Понимаем, что на самом деле выборы впереди. Неприятно подчеркнуть, что все предыдущие наши избирательные кампании пришли очень организованно. Может потому, что тоже большинство избирательных комиссий, это милые дамы, но и в том числе уважаемые руководители, им очень меньшую часть там занимает. Мы их прошли, я уверен, что город подготовился, подготовится, оставшиеся дни. И это будет достойным результата, правильное политическое выведение. На политический влог у нас возглавляет Ольга Владимировна Мартаса, Ольга Владимировна Столова. Здравствуйте, Крюченко. Добрый вечер, мои коллеги, Назаровцы. Ну, я хотела бы, конечно же, в первую очередь, пользуясь случаем, Сергей Васильевич, вас действительно поблагодарить, поскольку не раз обращались к вам, и здесь же сообщить вам, вы, как депутат, понимаете нас, депутатов городского совета. У нас совсем не так давно состоялся отчет, который мы представили о работе депутатского корпуса, и два вопроса обозначили для того, чтобы с вашей помощью их решать. Итак, я их сейчас озвучу. Один из вопросов, связанный, вы, наверное, знаете, что в городе Назарово, так же, как и в Красноярске, есть проблема экологии, проблема чистого воздуха, но на сегодняшний день город Назарово пока в федеральную программу чистый воздух не включен. И это наша с вами общая задача. Второй момент, это действительно нам повезло, ну, не скажу, что прям повезло, потому что была проделана большая работа со стороны управления образования, по включению депутатов наших, я говорила об этом на отчете, что наши школы попали в программу по капитальному ремонту. И здесь, Сергей Васильевич, у нас такая к вам просьба, мы ее вам направим, как письмо. Программа действует пока по ремонту, но это здорово, хорошо, что не только там ремонтируется само здание, часть денежных средств направляется на приобретение оборудования и другие вот те вещи, связанные с образовательным процессом, но территория школы, если школа ей 60 лет, она тоже такой же давности. Но вот эти денежные средства нельзя использовать на как раз благоустройство, обустройство школьной территории, включая непосредственно территорию, и может быть и спортивную площадку, всю ту инфраструктуру, которая прилегает к школе. Раньше у нас была проглорама, школьный спортивный двор, когда мы смогли в нескольких школах это сделать. Сейчас никаких нет проектов и программ с этим связанным, а потребность в этом есть. Поэтому будем вот с такими вопросами к вам обращаться. Это то, что вот прям самое-самое важное. Говоря о ситуации, которая сегодня очень для нас важна и актуальна в стране, я думаю, что многие со мной согласятся. Сергей Васильевич, как Вы сказали, что сегодня градус политических эмоций должен быть значительно ниже. Сегодня очень важно, если мы когда-то имели позицию промолчать, не обозначить то положительное, что есть, что мы видим, то сегодня не тот день. Да, действительно, на нас все смотрят, насколько мы консолидированы, едины, насколько мы верим в то, что будущее России – это очень хорошее будущее, в то, что мы сильные люди, и свой путь мы будем идти до конца. Поэтому сегодняшний день на пороге выборов мы находимся, и насколько мы проявим свой русский характер, настолько и будет результат. Мы действительно должны показать всему миру, который на нас сейчас смотрит, о том, что не зря столько уже тысячелетий Русь была, есть и будет, и народ в ней, ну, просто не сгибаем и не победим. Может быть, кому-то покажутся эти громкие слова, но я их так чувствую.